Чтобы не использовать в собственном пиаре свой же день рождения, это было бы не в стиле герцогини Сасакской. 40 лет как итог половины жизни. И вот она вся в белом, укутавшись в люксовый плед от гермес и позвякивая чашкой из костного фарфора с яркширским чаем и английским печеньем, хихикая от кривляний своего принца, корчившего рожицы и жонглировавшего, как коверный, шариками у окна во время записи видео, вот так Маркл решила выступить в роли наставницы. Так и не выставив семейное фото, которое, по мнению британского королевского эксперта Фила Дампьера, покажет всю семью вместе, в том числе и первое реальное изображение дочери Лилибет, которого ждут все фанаты Маркл. Не было детей и семьи, нет, мы увидели лишь совершенно довольную собой и своими достижениями, всю в белом и в белом декоре, даже торт. Американскую принцессу, как взахлеб ее называют афроамериканцы. Сидя в роскоши в многомиллионном шато, выкупленном у русского олигарха, она с хихиканьем и новой подружкой-пародисткой и актрисой особого жанра пыталась убедить мир, что у нее есть рецепт для счастья всех женщин. Любите его, того, кто это заслужил, делайте то, что любите. В видео у фонда Сасекских Арчевел есть одна особенность. Это видео совсем не подходит для аларма по поводу миллионов безработных. Женщин. Ну невозможно воспринимать богатую сытую особу с определенными талантами, уговаривающую больших боссов и хетхантеров уделить 40 минут в честь ее сорокалетия нуждающимся в работе женщинам, чтобы им помочь получить работу. Тренинги в честь Маркл. Так веди их сама. Надень джинсы и сапоги, покорми кур, покажи, как подмываешь попку малышу, вымой хоть одну чашку прилюдно, принцесса наша. Вместо этого глазурированный сладчайший ролик сахарной герцогини из замка из слоновой кости. Раздражает. Специалист по помощи женщинам и развитию, председатель клуба талантливых женщин и член организации развития женского предпринимательства АБГ, госпожа Мартин уже отреагировала так. Меган желательно поменять своих советников по пиару, потому что все это напоминает неудачный рекламный ход по раскрутке самой себя. Среди присоединившихся к призыву Маркл супруга канадского премьера Софи Трюдо и певица Адель. Модельер и дочь Бетла Стелла Маккартни. Нобелевский лауреат по литературе. Стихи очень никакие, простите, Аманда Горман и даже принцесса Евгения, о чем уже трубят 10 часов все СМИ. Помощь последней заключается в ее записи в личном аккаунте Инстаграма. Остальные также поступили в общем. Очередная пиарщина без результатов. И это стиль Меган. Сколько женщин нашли работу в компании Маркл Смарт Ворк, где она стилист века подбирала им наряды на собеседование. За все время 900 человек. В общем, праздник, если и удался-то для Гарри. Ему разрешили, наконец, показать его главный талант, смешить жену и жонглировать шариками. Спасибо всем за внимание, подписывайтесь. Сейчас новости вокруг книги Гарри продолжают напоминать шквал и землетрясение вместе со штормом. Рано утром Sky News передали свою новость о том, что принц Чарльз очень обеспокоен мемуарами своего младшего сына. Только что австралийская Herald опубликовала статью о встревоженной королеве, которая, вопреки своему желанию, вовлечена в сумятицу в БКС. И все это из-за одной лишь новости о мемуарах Гарри. Журналисты издания пишут, что «Наши источники в Букингемском дворце утверждают, что у многих членов монаршей семьи сейчас очень тревожное настроение. Они обращаются к королеве с настойчивым требованием вмешаться и лишить сасекских титулов. Более того, требуют предпринять меры для того, чтобы атака на трон и корону прекратилась со стороны Монтесита». Но как это сделать, пока не ясно. Часть источников намекает, что грязной атаке подвергнется принц Уильям. Именно его обвинит в своих воспоминаниях принц Гарри. Также почти открыто говорят о том, что воспоминания младшего Гарри о жизни почти разорвавших отношения братьев, могут навредить готовящемуся стать королем после отца Уильяму. Поговаривают, пишут в газете австралийские журналисты, что идею рассказать о приключениях Уильяма подкинула мужу Меган. А вот леди Калин Кемпбелл сегодня пару часов назад заявила, что точно знает, о ком будет очень негативный рассказ в книге мемуаров принца Гарри. И это совсем не его старший брат, перевод мой по эфиру. Да, королева очень переживает, что мемуары навредят действующему члену королевской семьи, который сейчас активно работает на благо короны и отечества. Вы не представляете, кто это? Да это Камила. У нее поджилки трясутся от страха, в английском аналог ноги выпрыгивают из туфель. У Гарри точно есть какие-то истории о ее неприглядном поведении. Камила уже пожаловалась мужу, предупредила его о предстоящем возможном скандале. Принц Чарльз очень расстроен и обратился за помощью к королеве. А вот принцу Уильяму ничего не грозит, он уже дал понять, что молчать не будет и сможет защитить себя и свою семью от нападок брата и Маркл. Вот такие новости на данный час. Держим руку на пульсе. Спасибо всем за внимание, подписывайтесь. Меган Маркл, герцогиня Сасекская, который сегодня по официальным данным исполняется 40 лет, может использовать свою дружбу с вице-президентом США Камалой Харрис и Обамой для продвижения своих собственных политических амбиций. Об этом рассказал королевский биограф Том Бауэр, который сейчас пишет несанкционированную биографию Меган Маркл. В колонке для The Sun Меган, опубликованной накануне 40-летия Меган 4 августа, Том Бауэр предлагает герцогине Сасекской использовать свою дружбу с американскими политиками для достижения собственных амбиций. Том Бауэр, британский писатель, который в настоящее время пишет биографию герцогини Сасекс, считает, что жена принца Гарри могла бы пойти по стопам других голливудских актеров, таких как Арнольд Шварценеггер и Рональд Рейган, и войти в мир политики. Меган Маркл может баллотироваться в президенты США в течение следующих 10 лет, утверждал автор. В этой мысли его поддержал высокопоставленный деятель лейбористской партии, тесно связанный с Вашингтоном. Он утверждает, что герцогиня Сасекская воспользуется фурором из-за интервью у Опры, чтобы начать политическую карьеру, поскольку она общается с демократами. Вероятно, об этом думает и сама Меган. В прошлом году ее подруга рассказала журналу Vanity Fair, что одной из причин, по которой герцогиня Сасекская не отказалась от американского гражданства. Когда вышла замуж за принца Гарри, было то, что оно позволяло ей иметь возможность участвовать в политике Вашингтона. Принц Гарри и Меган поселились в Санта-Барбаре, штат Калифорния, где они живут со своим сыном Арчи и маленькой дочерью Лилибет. Супруги ушли с поста старших членов королевской семьи в 2020 году. Понравилось видео? Поблагодарите автора лайком. Как бы Гарри и Меган не рассказывали, что никаких предпосылок к выходу из состава БКС не было. Как бы пара не обвиняла членов монархии в расизме и доведении до самоубийства. Ясно одно, подготовка к сделке Сасекских с Netflix началась в то время, когда пара была даже не жената. Об этом выяснили журналисты The Telegraph. В общем, мультсериал «Жемчужина», работу над которым ведет сама герцогиня Сасекская, появился в 2018 году. Точнее, контракт на производство мультипликационного сериала был подписан до свадьбы Гарри и Меган. Соответственно, пара уже тогда знала, что надолго в качестве членов БКС они не задержатся. Королевский помощник сообщил газете, что команда Меган работала над сделкой, которую назвали «секретной белкой». Они сказали, во многом это было организовано людьми «Меган в Америке». В дополнительных сообщениях говорится, что герцогиня работала с кинопродюсером Дэвидом Фернишем, мужем сэра Элтона Джона, над сериалом, когда она все еще проживала в Великобритании. В своем сообщении в Инстаграм, анонсирующем эту новость, он намекнул, что «Жемчужина» создавалась давно. Ферниш сказал, «Я рад, что мы наконец можем анонсировать этот захватывающий мультсериал». Команда Меган и Гарри настаивала на том, что любые обсуждения с Netflix в 2018 году касались исключительно проекта Перл. Они добавили, что мультсериал изначально был лишь одним из многих разовых творческих пропагандистских проектов, представленных герцогиня, которая была представлена в качестве действующего члена королевской семьи. Так что все рассказы пары о том, что злые и коварные члены БКС довели несчастную герцогиню в лев и наглая ложь. На самом деле именно Маркл хотела побыстрее умотать из Британии. Настолько побыстрее, что даже успела убедить в этом своего мужа и подписала контракт с площадкой для контента. Да и за какие такие услуги Меган получила возможность продюсировать мультфильм. Она была так себе актрисой и абсолютно никаким режиссером. В общем, в очередной раз все убедились в том, что Меган лживая мадам, и все сказанные ею слова нужно делить на ноль. Именно столько там будет правды. Скажу честно, что это меня действительно удивило. Я до последнего думала, что Гарри не хотел покидать пределы семьи. Но нет.